Продолжение следует... Ну что, друзья, хорошая штука в дельный парк. Хорошая штука в руках. Что еще нужно? Вы видите, да, что я в перчатках. Аппарат преспокойно работает с перчатками. Так, конечно, не так супер, как с пальцами, потому что для пальцев у него просто обалденная чуткость, но работает. Потом, как разблокировать, если стоит отпечаток пальца? Пожалуйста. Распознавание меня по лицу, скажем так. Ну и, само собой, когда перчатками работаем, нужно чувствовать, в каком месте на самом деле у тебя та часть пальца, которую ты касаешься экрана. Потому что кончик перчатки, само собой, не работает. Работает именно ваш палец. Вот так вообще все здорово. Переключаем на камеру. Делаем снимки. Можем их просмотреть, отправить. Сейчас попасть на... Ой. Вот. Ну и так далее. Причем и расширить можно. Мультитач, само собой, тоже работает. Качество снимков мне тоже, в принципе, очень даже нравится. Ну и все-таки самое прикольное, то, что на морозе в перчатках оно работает. Нет, ну а самое, конечно, прикольное, то, что это островок леса под названием Удельный парк между двух кусков города. То есть тут вокруг везде город. Ставим. 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 Ну и как вы видите, точность GPS тоже офигенная. Надеюсь, видно через камеру, что я подхожу к тропинке. Вот я подошел к тропинке. Видите, да, он ошибся где-то на метр. И что, метр для GPS это много? Некоторые хейтеры начнут ругаться, что вот могло бы быть лучше. А зачем? Зачем вам такая идеальная точность, чтобы батарейку жрала? Сейчас, если вы не видите, он на 69%. Если оставить GPS включенным, идти с этой картой, он на этих же 69% будет еще много-много минут. Потому он и ест меньше, поэтому точность там плюс-минус 3 метра. Да и черт с ней. Хотя, глядя на карту, на пропорции и так далее, я вижу, что тут нифига не 63. Вот, кстати, разница. Вначале был Allegro, сейчас обычный. Более шумно едет. Капец орет просто. Ладно, вернемся к нашим баранам. Самое главное, телефону на морозик похрен. Я это уже показывал. Есть тест на морозе. Сейчас я показываю, что им можно и пользоваться в перчатках. То, что он на морозе, это все открывает, показывает. Перчатки я не снимаю, перчатки обычные. Надеюсь, видно. Показываю сразу, что я примерно в районе Удельный. Напоминаю, это вокруг меня Удельный парк. Вот это вот все. Зачем я ушел вглубь? А хрен его знает, зачем я ушел вглубь. Ну, что еще могу показать? Ну, например, давайте подойдем к дереву. Посмотрим, будет ли он перефокусироваться сам. Вот, режим видеокамеры сейчас включим. Начнем запись вдалеке. Плавно перейдем на дерево. Вот дерево в фокусе. Даль. Дальнее дерево в фокусе. Близь. Совсем близь. Пожалуйста. Кто там мечтал о нормальном автофокусе в телефоне? Вот видно, да? Слева береза размыта, дальнее в фокусе. Перемещаю так, что она большую часть экрана занимает. Опа, ошибочка. Вот. Сейчас он правильно определил. Переношу сюда. Сюда определил. Сюда. Сюда. То есть, наконец-то камера адекватно работает с автофокусом. И не передергивает его постоянно, как тут некоторые говорили. И все показывает, что хотим. Сюда бы еще работу второй камеры одновременно с первой. И цены бы этому аппарату не было. Еще когда-то на другой марке, на телефоне Умиром, такая фишка была. Телефон не настолько дорогой, но была. Говорят, это прерогатива того процессора. 67-53. Ну, не знаю, посмотрим. Так, там люди идут. Не пойду к людям. Ну, я думаю, все. Хватит дурю маяц. Если переключить на фотографию, то и тем более у нас будет все хорошо. Да, как многие заметили, не как зеркалка. Но хорошо. Сейчас на ходу будем проверять. Вот вам. Снежок с кучей мусора. Вот вам. Деревья ни капельки не смытые, как у них раньше было. То есть размытие они отключили, наконец-то. Уж лучше немножко нечетко, но не размыто. Я им всегда объяснял. Вот, наконец-то, все сучки видны. Все, видно. Ну, и плюс, несказанный, огромнейший плюс амолед-экрана сказывается. Знаете, какая у меня сейчас яркость? Так, как... А, вот, вернуться к камере. Так. Нет. Домой. Так проще. Это полэкран... Ой, половина яркости. При этом на уличном свете все обалденно видно. Так что по отображению картинки при естественном освещении, амолед это просто сказка. Видно все. Единственное, конечно, я уже говорил не раз, красный цвет тут немножко путанный. То есть между красным и рыжим множество оттенков, а у него они как-то, ну, другие. В другом диапазоне цветовом. Ну, ребята могут еще откалибровать. Может быть, серийные образцы уже идут более калиброванные, чем мой. Кто ж это знает? Я это точно не знаю. Посмотрим. Обещали серийные тоже прислать. Сравним, увидим. Главное, интернет у нас работает. Интернет у нас 4G. Все ярлычки, все, что нужно абсолютно. Вот, все, что есть, все работает. Поэтому я не знаю. У меня уже просто нет никаких мыслей, чтобы можно было поругать в этом телефоне. Ну, кроме, конечно, стекла на задней панели, который я зачем-то раздавил. Я уже сейчас понимаю, как я его мог снять нормально. Но, что-то я его не снял. Сделал одну ошибку. Не налил ему спирта. А без спирта в России, видимо, мало что работает. В России спирт всему голова. Надо было прогреть стекло, отогнуть и налить туда спирта. Продолжить его греть, и он бы легко отошел. Но, ладно, после драки кулаками не машут. Зато он стал у меня, по-моему, еще тоньше. Он сзади тепленький. Стекло холодит. А казашка не холодит. Если кто не понимает и смотрит это видео, не глядя другие, вот, что я с ним сделал. Ужас, да и только. Зато тепленький и тоненький. Толщина вообще капец. Главное, что под него есть бампер. Это, сразу скажу, не в продаже. Это не именно его, а просто подобрал наподобие. От какого-то, по-моему, HTC. Но суть в том, что он идеально держится. Вот, никуда не выпадает. Магнитка внизу затыкает единственную дырку в телефоне. Ну и, что я могу сказать? Получается просто офигенно хороший аппарат. Про него просто больше ничего не сказать. Потому что работает все. Что я могу сказать? А, ну, Google Pay. Да, согласен. Кто-то скажет, что, что же я вру, что все работает. Pay у меня пока не работает. Потому что устройство не сертифицировано Google пока. Но, почему? Потому что у меня прошивка 34. 31 и 32, по-моему, ну, это уже не помню точно. Они сертифицированы, они работают. Но вот это моя новая. Тут камера подпилена. Поэтому я буду на ней. Я буду ждать, пока ее доделают. Так, куда-то я зашел. Ладно, хватит, наверное, трепать всем мозги. Теперь уже поснимаю немножко парк. И все. Продолжение следует... Продолжение следует... Это у них детская площадка. Одна. Ой, недоделанная песочница. Это называется грубо. Детская площадка. Или круто. Не знаю, как сказать. Видно, да? Обалдеть. Детская площадка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как мы видим, Яндекс.Навигатор тоже хорошо. Себя ведет. Туннель он, надеюсь, сейчас вовремя определит. Куча тропинок на нем нарисована. Они все как бы есть. Вот он засек, что я повернул к туннелю. Ну, с туннелем чуть-чуть опоздал. Интересная тема, да? Есть лестница. Все ходят мимо. Все ходят не там, где лестница. Так, на Тугис помнится. На некоторых телефонах жаловались. Сейчас посмотрим, как Тугис себя ведет. Ой. Зачем я из него вышел? Мне надо просто убрать рекламу. Нажимаем. Нажимаем. Приблизиться. Да, вот, кстати, с масштабированием, с этим вот 3D-поворотом. Некие проблемы в перчатках. Видимо, режим в перчатках, когда активируется, что-то у них там все-таки не лады. Ай, блин. Ладно, проще так. Ладно. Вот с масштабом на Тугисе проблемки. Но в остальном все то же самое. Кстати, да, вот такое вот прикольное изобретение времен СССР. Место, где можно поиграть. Ой, в домино, в карты, еще во что-нибудь. Причем под крышей. И чтобы не дуло. Стенки из поликарбоната, по-моему. Ну, как вам скорость распознавания лица? Берем телефон. Напоминаю, не могу я палец приложить к сканеру, поэтому нажимаю кнопку питания. Где-то за секунду он меня узнает. Причем, как бы телефон не был наклонен, если я в зоне видимости камеры, даже где-то уголочком, все равно меня определяет. Вы видите, да, я его наклоняю по-разному. Он меня все равно видит. Попробую боком. Видит. А вот сейчас не видит. Вот сейчас увидел. То есть, вот когда слишком сильно выворачиваю, что я не в объективе камеры, то он меня, само собой, не видит. Пока я в объективе, он включается. Он меня видит. То есть, распознавание, даже если я в крайней части кадра. Акела промахнулась, Акела промахнулась. В общем, все. Выхожу из удельного парка. Пришел к цивилизации. Много деревьев, все прикольно. Ну, мне, кстати, под видео хоть пишите, какого типа видео нравится, какого не нравится. Чего больше, чего меньше. А то откуда же я знаю? Мне тут как-то человек начал ругаться, что вот, когда я подписался на твой канал, у тебя там было все зашибись. Сейчас у тебя, говорит, все стало хуже, я хочу отписаться. Блин, так вы хоть скажите, чего вам не нравится-то? Чего убрать? Новая тема. Дети в спасательных жилетах, грубо говоря. На самом деле, в жилетках, в которых их видно. Прикольно. Значит, садик выходит гулять сюда, в Барк. Везет тем детям, у которых такой садик. Вот еще одна достопримечательность, в кавычках. Памятник старины пожарной части. И у нее есть собственный проезд в сторону Барка, если надо. Вот такой вот шлагбаум. Вот такой вот шлагбаум. И все проползают. Башня сторожевая. Была. Ну, а теперь это у нас считается МЧС или пожарной. Так что все проползают. Ну, и как всегда, народ топчет. Дорожки даже там, где нельзя. И я тоже вместе с народом. Ёлочки. Голубые. Ели. Ну, и выпивали, конечно. Все. Цивилизация, причем старая ее версия. С другой стороны парка новые дома. С этой стороны парка дома старые. Пожарно-спасательная служба Выборгского и Приморского районов Санкт-Петербурга, МЧС России. Мы первыми приходим на помощь. А вот и новые дома на заднем плане. Постепенно задавливают старые. Я на самом деле не знаю, прав я или нет, но я почему-то против старых домов. Давно бы уже снесли в Санкт-Петербурге, хотя все защищают как культурное достояние. Наверное, они правы, а я не прав. Продолжение следует... Продолжение следует...